Колбаса, которую я сегодня хочу приготовить, называется колбаса куриная, любительская, высшего сорта. Смотрим, что нам для этого понадобится. 800 грамм куриного фарша. Можно сделать самостоятельно, но я взял в ближайшем нашем гипермаркете, там очень неплохой куриный фарш. 200 грамм шпика не соленого, 25 грамм соли, ну где-то грамм сахара, полграмма черного перца, полграмма кардамона. Ну я брал все это на кончике ножа, так сказать, просто на глаз, потому что миллиметровых весов у меня, честно говоря, таких нет. И понадобится где-то грамм 200 воды или бульона, его будем добавлять в фарш. Ну здесь уже сколько получится, то есть как мясо возьмет. И нам понадобится блендер для того, чтобы делать фарш. Чуть не забыл о главном, мы же колбасу делаем, а не котлеты, поэтому понадобится оболочка, я буду использовать халогенную. И хлопчатобумажный шпагат, ну можно использовать и натуральную оболочку. А сейчас займемся шпиком. Ну задачка непростая, надо этот шпик нарезать на кубики размером где-то 6 на 6 миллиметров. Я сделаю это следующим образом. Я сначала нарежу его на пластиночки, потом немного подморожу в морозилке, и затем уже, чтобы было легче, нарежу на кубики. Приступим. Ну вот сначала делаем такие заготовочки, так сказать. А потом подмороженное в сало, оно будет легче резаться намного. Добавляем соль и специи. И будем его превращать в такую вот кашеобразную массу однородную. Сначала хорошенечко размешиваем фарш, и потом потихонечку добавляем сюда воду или бульон. Ну что ж, шпик порезан, и теперь его необходимо равномерно распределить в фарши, хорошенечко его вымешать, этот фарш, и поставить на 2-3 часа на созревание в холодильник. Ну что ж, фарш созрел, и сейчас необходимо коллагеновую оболочку размочить, и будем набивать колбаски. Я отрезал вот такие кусочки оболочки, сейчас их необходимо опустить в воду и размочить, чтобы они стали эластичными. Коллагеновая оболочка, это белковая оболочка, она съедобная. Коллагеновая оболочка очень легко пользоваться и очень легко хранить. Никаких специальных условий хранения не надо, просто при комнатной температуре у меня хранится в кухонном ящичке. И сейчас вот оболочка стала уже эластичная, с одного конца завязываем хлопчатобумажным шпагатом, и начинаем формировать колбаски. Ну а набивать колбаску будем при помощи специального устройства такого, для набивки колбас. Итак, поехали. Ну вот, у меня получилось 5 вот таких колбасок, и сейчас мы их будем варить. Варить, значит, воду необходимо довести до 92-95 градусов, и положить туда наши колбаски. Варим при температуре 85-87 градусов, вода не должна кипеть, иначе оболочка лопнет, в течение 30 минут. Ну, все, погружаем колбаски аккуратненько. Ну что ж, достаем колбасы, остужаем их до комнатной температуры, и в холодильник, чтобы остыло до температуры 8 градусов. Здравствуйте. И вот теперь колбаса куриная, любительская, высшего сорта, полностью готова. Ну, говорить о ее вкусовых качествах я не буду, лучше покажу. Вот, что осталось от батончика после завтрака. Вот колбаса по структуре очень плотная такая, с жириночками внутри, очень ароматная, превосходная колбаса. Вот чем мне нравится еще коллагеновая оболочка, что она очень легко снимается. Хотя она и съедобная, то есть ее можно съесть, но я, честно говоря, предпочитаю есть колбасу, а не оболочку. Нежная, вкусная, ароматная домашняя колбаса, куриная, можно давать детям, никакого глютамата, ничего. А приготовить, ну, не сложнее, чем сделать котлеты.